Доброе утро, дорогие друзья! Подробнее об этом мероприятии нам сегодня расскажет гость Печняк Вячеслав, методист по научно-практической деятельности. Доброе утро! Доброе утро, Вячеслав! Вот так задорно, озорно Юля подвела, потому что... Доброе утро! Поиграем, потому что... Вячеслав, вообще, значение игры в жизни ребенка, насколько важно и правильно играть? Ведь столько игр, о которых не знают наши дети? Да, значение игры в жизни ребенка, как и в жизни взрослого человека, собственно. Оно, на самом деле, достаточно велико. Потому что, ну, в традиционной культуре, вот, не было вообще иного способа научить ребенка чему-то, чем игра. И достаточно такая известная работа одного из историков Йохана Хёйзинга, она так и называется, Человек-играющий, Homo Ludens. И целиком и полностью посвящена игровому началу в культуре, в мировой культуре, в принципе. И значение игры недооценивать не стоит. И, собственно, ребенок как раз-таки... Кстати, мы ездим в экспедиции, и, собственно, сами респонденты, с которыми мы общаемся, зачастую связывают игровую среду, в которой должен находиться ребенок, с тем, кем он станет во взрослой жизни. Что именно, я имею в виду? То есть, какие-то навыки адаптации жизненной, какие-то навыки банальной физической ловкости и выносливости и так далее, они усматривают только в том, что если он будет постоянно, цитирую, там, гонять чижа и лапту. То есть, тут уже какие-то предпосылки на будущее, да? Может быть, профессию даже? Нет, профессию вряд ли, но вот, потому что они, как бы, нам попался совершенно такой интересный случай, тогда, когда дед рубил дрова со своим внуком, то у того не получалось, он говорил, да что ж ты такое, как же ты в армии-то служить будешь, если ты дрова колоть не умеешь, и в лапту вы сейчас с мухой не гоняете. Вот это правильно. Так, а в чем все-таки изюминка вашего мероприятия? Чтобы научить всех чижа гонять и в лапту играть? Наша цель, вообще глобальная такая, которую мы перед собой ставили, это возвращение части традиционных игр обратно в детскую атмосферу, детскую среду, для того, чтобы они там бытовали. Потому что это игры достаточно простые, то есть, достаточно взять, там, какой-нибудь мячик любой, теннисный, бейсбольный, взять любую палку и начать играть, например, в ту же лапту, напилить там себе рюшек из дерева, из простого, или там просто выставить банки, играть и в рюхи, в городки и так далее. То есть, это, и плюс мы еще играем не только вот игры со снарядами, так скажем, играем еще в игры традиционные, которые сопровождались там какими-то песнями, какими-то действиями. Хороводные игры, да? Ну, типа хороводных тоже, в том числе. Песеные, поучительные, может быть. То, что сегодня принесли вы какие-то атрибуты, это из какой игры относится? А ты любой, не хочешь играть, а вот тебе палкой. Отходят, да? У нас обычный бейсбольный мяч, потому что мы используем бейсбольные мячи для игры в лапту. А обычно что использовалось? Обычно использовалось, то есть, там несколько вариантов есть. Ну, самый такой архаичный и жесткий вариант, это из корня выпиливали деревянный шар, обстругивали. Ой, жестко было бы. Ну, на самом деле, ритуальность игр, видимо, тут тоже как-то усматривается. Но чаще всего, то, что даже находится по раскопкам в древнем Новгороде, в древней Скандинавии, то есть, у нас викинги тоже играли в лапту, но какое-то свое подобие лапты. Мечами. Не мечами, а мячами все-таки. Вот. И у них были кожаные мячи, примерно вот такого размера, набитые либо песком, либо тряпками. Тазные варианты. То, что мы находили в экспедициях, вплоть до того, что играли мячиками, сделанными из лоскутного шитья, то есть, внутри набиты всякие тряпьем, и вот, это уже совсем не было. Я всегда думал, что для лапты все-таки плоская бита. Это для лапты, да? На самом деле, для лапты может использоваться вообще абсолютно любая палка. Вот, сегодня мы взяли с собой вот такую биту, для которой мы играем в рюхе, биту для городков, и ей тоже можно играть в лапту, но это уже, как сказать, это уже следующий левел. То есть, тогда, когда ты плоской научился отбивать, ты можешь взять круглую и научиться отбивать круглую. Отскок непредсказуемый. Это немножко сложнее. Все-таки здесь мы будем играть, Юля у нас сегодня против. Каждый вторник игры одинаковые или программа меняется, как-то игры разнообразят? Мы хотим упредить всех, кто сейчас нас будет смотреть, о том, что нужно заранее звонить, записываться, и в зависимости от того, какой контингент подобрался в ту или иную команду, мы формируем набор игр. То есть, если это детки, естественно, что мы с ними не будем играть в какие-то взрослые игры, да, которые требуют какой-то сообразительности. Мы будем с ними играть в детские игры, совсем детские. Если это подростки, то, соответственно, мы будем подбирать то, что интересно будет этому возрасту. Одежда национальная, вот это обязательно трибу для детей или просто, чтобы их познакомить тоже с костюмами традиционными? Ну, скорее всего, второй вариант, потому что для детей, естественно, нет, потому что кто сейчас ходит в традиционной одежде? Конечно, хотелось бы, помня заветы Владимира Ивановича Поветкина, о том, что каждый русский человек должен иметь хотя бы один комплект праздничной национальной одежды для того, чтобы собственные праздники выглядят по-русски. Но понятно, что мы сейчас с вами живем в совершенно иное время, где традиционной одеждой считаются футболки, какие-нибудь треники с рынка и так далее. Их хватит. Да, в общем-то, на самом деле, в том, в чем обычно дети ходят, они в том, во дворе там и играют, и поэтому совсем не обязательно себе шить для чего-то, потому что иначе получается какой-то маскарад. Тогда как наша цель – это, прежде всего, естественность. То есть приходим с чем угодно, а вот куда приходить и когда приходить? Повторите, пожалуйста. Каждый вторник, каждый второй вторник месяца в Центре традиционной культуры Среднего Урала, Чапаева 10, усадьба Ашуркова. Всех ждем, можно звонить к нам по телефону, все это можно найти на нашем сайте, достаточно в поисковике набрать «СТНКСУ» и сразу же вылезет наш сайт. С родителями, если вдруг родители в отпуске тоже захотят присоединиться, можно приходить? Да, у нас вот вчера буквально прошел игровой день, и дети были с родителями, родители тоже иногда подсоединялись тогда. Спасибо огромное. Ну и так, все знаем теперь, куда идти, если мы захотим, предположим, научиться играть в лапту или, наверное, поводить даже хоровод. Хоровод Вячеслав Печняк, методист по научно-практической деятельности, сегодня был у нас в гостях. Ну, прямо сейчас немножечко коммерческой информации, потом уже будем завершать наше общение по теме, вот куда девать детей, если вам надо на работу. Продолжение следует...